Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Начну сегодня с песни «Мой добрый учитель, ну что же вы молчите?» В студии сегодня Евгений Чурилинов И молчать не будем Алена Чурилина И у нас в гостях Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Прошу прощения, гимназии номер 14, университетская И президент Ассоциации молодых педагогов Елена Ермолович И Степан Барчан, учитель истории общества знаний гимназии номер 11, гармония И победитель конкурса «Педагогический дебют» Доброе утро! Доброе утро, здрасте! Я выговорила все! Молодец! Экзамен сдан! Молодец! Хорошо, да! ЕГЭ поставьте! Хорошо, ну давайте начнем с малого Поговорим о вот этом вот интересном конкурсе Да, учитель года слышали многие А вот «Педагогический дебют» для меня, допустим, это немножечко что-то новое Ну «Педагогический дебют» это конкурс, который набирает обороты И на самом деле расширяет свои границы, свои права Потому что если ранее это был конкурс для молодых педагогов То сегодня существует огромное количество номинаций Это и молодые педагоги, и молодые управленцы И педагоги-наставники И молодые педагоги дополнительного образования И молодые воспитатели, и молодые психологи То есть все, кто приходят в профессию Добро пожаловать в конкурс «Педагогический дебют» Который поможет вам 100% раскрыться И уже на первых этапах своего профессионального становления Заявить о себе и сказать, друзья, вот он я такой молодой и красивый И я тоже имею какие-то результаты в педагогической деятельности Молодой конкурс, как мы понимаем Молодой конкурс, допустим Как эта молодость измеряется? Возрастом, опытом работы? Кто принимает участие? В положении о конкурсе и городском, и всероссийском Потому что городской конкурс является неким таким этапом Ко всероссийскому конкурсу Прописаны по каждой номинации требования по количеству педагогического стажа и по возрасту То есть есть определенные ограничения, после которого вы уже, несмотря на все свои достижения, в этом конкурсе участвовать не сможете Ух ты, как интересно То есть, если, например, на промежуточном этапе, на начальном, будем так говорить, на местном уровне Ты такой, вау, классный, а дальше смотрят, например, у тебя не хватает Ты уже слишком опытен, чтобы принимать здесь Вам еще надо недельку попреподавать Но ведь существуют уже другие конкурсы Это и учитель года, и многие выпускники конкурса педагогический дебют становятся участниками Да иногда и успешными участниками конкурса учитель года Что-то прям сразу иногда Мы хотим, чтобы было чаще Да Откровенно Хорошо, вы являетесь организатором конкурса Вообще, какие цели были конкурсы, для чего? Почему эта ветка появилась, допустим, отдельно от конкурса учитель года? Конкурс педагогический дебют, он, так скажем, правоприемник конкурса новой школе современный учитель Когда стало известно о всероссийском конкурсе педагогический дебют, то, естественно, для того, чтобы заявиться, нужно было адаптировать положение, адаптировать конкурсные испытания И конкурс начал работать, то есть достаточно интересный, своеобразный Четвертый раз уже у нас проходил Да, в городе состоялось четыре раза он уже состоялся Отлично, следующий год юбилейный Пятый, да Победителю будет очень приятно Очень приятно и хорошо Ладно, кто оценивает преподавателя? Я вообще слабо представляю, как можно оценить преподавателя Да, вот формат оценки именно, не знаю, там, опыта, труда, что он сделал, ну, как бы, понятное дело Если, например, да, человек поет, понятно, хорошо поет, плохо поет, ну, тогда как-то там что-то есть По медицине так же, да, пациент выжил, молодец, значит, есть результат А как у вас, вот именно в педагогике? Наверное, оценка деятельности учителя – это продолжение его каких-то навыков, которые он передает в детях То есть успехи детей – это успехи учителя, наверное, таким образом Ну, а если возвращаться к конкурсу, то все достаточно своеобразно А если возвращаться к конкурсу, то здесь все, да, практически Здесь все регламентировано, то есть участники в конкурсе, да, и очень прозрачно, причем именно Это самое, наверное, главное Заранее ты знаешь, к чему идти, какие требования есть и что, к чему тебе нужно подготовиться Относительно регламента, наверное, стоит отметить, что существует два этапа Этап заочный, этап очный На заочном этапе участники дают экспертной группе проект, эссе и свое некую видео-визитку В течение трех минут, когда он рассказывает о себе На основании этих документов, на основании этих конкурсных материалов Экспертная группа, а в экспертной группе огромное количество людей и настоящих профессионалов своего дела И участников прошлого года И участников прошлого года, то есть успешные участники прошлого года оценивают со стороны своего уже накопленного опыта И педагоги опытные, и директора школ, и представители департамента образования, и профсоюз То есть объективность очень такая, да? Объективность, все достаточно прозрачно То есть вне зависимости от того, что если к человеку какая-то симпатия или антипатия у одного присутствует То это всегда сглаживается тем, что огромное, ну не огромное количество Ну довольно большое, да Да, минимум три человека, четыре-пять, а то и более смотрят всегда работы и подводят итоги Таким образом определяется список участников очного этапа По мнению экспертного жюри, самые яркие, самые достойные Затем уже проходит очный этап конкурса Тоже три этапа Три серьезных испытаний Самых волнительных, наверное, это очень страшно Так, что за этапы? Интересно, я просто вспоминаю Я думаю, Степан Федорович тоже не даст соврать Здесь, конечно, это невероятное ощущение Три конкурса Первое, это самопрезентация, как у нас, сначала расскажу, в Новосибирске Хорошо, да-да-да Самопрезентация, здесь опыт работы, несмотря на то, что мы молодые учителя Тем не менее, есть чем уже поделиться, что-то показать И здесь вы должны показать себя во всей красе Что вы делаете на уроке? Это мой любимый вес, это столовый Это самопрезентация Вообще, если воспринимать конкурс как текст, это вот начало Самопрезентация, это твое мироосознание, мироощущение, как ты представляешь свою деятельность Второй конкурс, это непосредственно урок Это, наверное, самый главный, многие эксперты определяют именно деятельность нашу на уроке То есть, если ты побеждаешь в уроке, как правило, то ты побеждаешь и в конкурсе в целом Потому что мы учителя, и самая главная наша задача – это провести качественный урок Интересный Да, и в рамках федерального государственного образовательного стандарта Ну, конечно, как без него А какой урок самый сложный для вас вам? Самый сложный для меня, наверное, публичное выступление Потому что это такой конкурс своеобразный, я бы сказал Здесь нужно выдвинуть проблему актуальную, не обязательно из школы Здесь нужно, наверное, душу вложить какую-то, проблему для себя, животрепещущую поднять Чтобы задеть, наверное, за живое каждого присутствующего на публике То есть ты учитель, и ты выступаешь перед публикой каждый день А здесь своеобразная такая ситуация, ты не перед детьми выступаешь, а перед такими же коллегами, как ты А, ну да, это сложнее, действительно Да, это сложнее, и хочется все-таки, наверное, затронуть И подобрать тему, да, обязательно, конечно, не без этого Актуально интересная тема Но все вот эти этапы мы в этом году, когда Ассоциация молодых педагогов Тогда еще инициативная группа Ассоциаций, участники, лауреаты прошлого года Проводили мастерские для участников этого года Вот Степан Федорович был их участником И знаете, что самое главное, наверное, что отмечают все участники каждого года Ребята, начинайте готовиться заранее Это вот действительно, когда проходит заочный этап, и ты уже вроде выдохнул, выходишь на очный этап Все здорово, прекрасно Прошла самопрезентация, и затем конкурсные испытания То есть примерно, наверное, неделю длится конкурс, всего лишь очный этап И то есть у тебя нет времени на то, чтобы вот поразмыслить И конкретно в этой ситуации подумать четко То есть все достаточно быстро, скоро И самое, наверное, главное для каждого учителя Это подготовиться вовремя, здраво и хладнокровно оценить Ну и, конечно, я думаю, Степан Федорович не и даст мне соврать Это команда За учителем, за молодым педагогом, да и за любым участником конкурса Всегда должна стоять команда того образовательного учреждения, которое он представляет Это самое главное Потому что я знаю, вот в моем образовательном учреждении Конкурсом готовят очень-очень так последовательно И это очень долгий процесс Все довольно серьезно Довольно серьезно И я думаю, вот коллеги, с которыми мы общались Многие во время конкурса засиживаются до ночи Для того, чтобы точно провести экспертизу Представить, порепетировать на коллективе Прорепетировать это все для того, чтобы уже выходить в педагогическую общественность И уже презентовать те наработки Потому что это не только твое имя, это еще и имя твоего образовательного учреждения Которого ты представляешь А мне представляешь, как приятно Вы знаете, я выпускница 11-й гимназии Это очень здорово Поэтому для меня, вот серьезно, ваше достижение я как свое воспринимаю Это очень здорово Я сейчас заплачу Она говорит, это была 113-й школой, а мы как раз таки делали И защищали ее на общевании гимназии Не переключайтесь, мы тут немножко поностальгируем, поплачем И небольшой информационный блок вернемся Не переключайтесь Не списывайте, сколько раз говорила, это мое Доброе утро, уважаемые друзья Сегодня Евгений Чурилин Алена Чурилина Мы напоминаем о том, что в конце марта состоялся все российские этапы конкурса Педагогические дебюты У нас сегодня в гостях Елена Ермолович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гимназии номер 14, университетская И президент ассоциации молодых педагогов И Степан Барчан, учитель истории общества знаний Гимназии номер 11, гармония Победитель конкурса, педагогический дебют Еще раз, дочек, доброе утро Доброе И я снова все выговорила, ура Все, молодец Мы продолжим разговаривать о конкурсе Значит, один из критериев и понятий Этапов конкурса Этапов Да Самопрезентации Я, наверное, не знаю, с какой-то стороны, может быть, очень сложно Чем покоряли беспристрастное жюри? Да, наверное, стоит отметить, я была участником конкурса 2017 года, ты 2018, я 2017 года Я не вошла в список лауреатов конкурса, однако вот было над чем подумать, что проанализировать и что самосовершенствовать Но стоит отметить тот факт, что попало в ту самую группу, команду молодых педагогов-энтузиастов, которые действительно мы сейчас не просто коллеги Мы считаемся настоящими друзьями Это хорошо Переписываемся, созваниваемся, то есть ассоциация молодых педагогов, которая была создана позже, она была, она на самом деле как родная, родная такая На базе дома учителя проходят наши встречи, дом учителя является и департамент образования активно нас поддерживает, и мы этому несказанно рады Относительно самопрезентации стоит отметить, что для меня вот самопрезентация была легче всего, потому что это был первый этап конкурса Я уже упоминала выше, что готовьтесь заранее Я вот этот, наверное, момент не учла для себя конкретно И вот самопрезентация для меня была самым легким этапом, потому что к ней я основательно подготовилась Для меня это было легко, почему? Потому что писала диссертацию по имиджу, по самопрезентации И вот как-то вот у меня это все так получилось легко Самое главное в самопрезентации не просто выйти и рассказать о себе, а рассказать, чем конкретно ты уникален Твои педагогические находки, которые ты используешь Вот я в своей самопрезентации использовала методы ассоциативных цепочек И как оказалось, потом это называется ТЭД-технологии Я потом выучила это после конкурса и начала апеллировать этим моментом И сегодня обучаю своих учеников Как это? Вот на конкурсе были определенные приемы Расскажу прием, который произошел сегодня на уроке Я к вам ехала в студию прямо с уроков Хорошо Рассказала ученикам о том, что такое ТЭД-технологии, как их использовать И презентации своих проектов они готовят И, например, по странам, в седьмом классе изучаются, когда страны Они ищут какую-то образовательную фишку этой самой страны И пришел сегодня ко мне мальчик на урок Рассказывает про Беларусь, говорит, какая прекрасная страна Все чудесное, потрясающее И спрашивает, а чем она у вас, чем она ассоциируется Ну все, естественно, с картошкой И он подходит к своему портфелю и говорит Вот чтобы вы запомнили мою презентацию, мой проект Я вам хочу презентовать мешок картошки И сегодня вот с этим мешком картошки я ехала У меня контрольная работа и мешок картошки То есть вот самопрезентация это поиск какой-то фишки Которые вас запомнят и будут потом ассоциировать И дети, вот самое интересное, что для детей это тоже очень важно И когда начинаешь их обучать, они очень быстро в это включаются И я считала, что это моя именно педагогическая фишка, которую можно использовать И на сегодня я говорю, я на уроки хожу с удовольствием Потому что когда идут проекты, я всегда знаю, что будет что-то интересное То есть самопрезентация И будет, да, чему удивиться И будет, чему удивиться Как на поле чудес, да, вот вам мешок картошки, банка Переходят в музей капитал В музей школы Это не всегда что-то материальное Это есть такие моменты, когда играют в игру Вот девочка буквально недавно презентовала игру по кризису, который проходил То есть выживете или не выживете То есть бинго, три крестика, нолики и так далее То есть такие моменты детей не просто заставляют задуматься о том, что они презентуют Но еще и заинтересовать всех и заставить, заставить, именно заставить запомнить материал Суть самопрезентации на конкурсе, наверное, та же Нужно заставить заявить о себе ярко и вспомнить, чтобы тебя вспомнили Кто-то ехал домой и вспомнил Хорошо, да, все-таки главный этап, мне кажется, это урок Да, да А как, то есть это следующий этап, да? Это открытый урок Открытый урок, полностью открытый И вот побывав на всероссийском конкурсе, могу сказать, что действительно Вы можете приглашать абсолютно всех И все ребята приходят, и конкурсанты, я имею в виду, молодые учителя И все помогают, и это даже поддержка некая Это очень интересное мероприятие, потому что в первую очередь своей открытостью Чем удивляли на уроке? Ну, наверное, я ассоциируюсь сейчас и в Новосибирске, и во всей стране уже с тем, что я большой поклонник лего, конструктор Лего, да, и я, будучи учителем истории, общества знания, на России я давал урок истории На России я давал урок общества знания в Новосибирске истории И там и там я использовал лего Ну, логично, слои Урок общества знания в Москве на тему человек-личность И из лего у нас в конце урока должны были поэтапно, в виде квестов различных, в виде заданий Ребята составить свою личность И в конце урока, что приятно осознавать, у них получилось Получилось уникальное у каждой команды, у каждой группы И получилось достаточно интересно и живое Ну, самое главное, живое и душевное Одушевили, можно сказать, эти предметы Вроде бы как какие-то рандомные фигурки, детальки А тем не менее получилась настоящая личность С своими эмоциями, своей характеристикой определенной С какими деятельностями и особенностями И тема, конечно же, которая была выбрана, была в итоге обоснована и грамотно И в рамках федерального образовательного стандарта проведена Урок самый сложный этап и самый интересный, мне кажется Потому что все-таки основная деятельность учителя — это уроки Это качественные, грамотные уроки Чем-то отличается всероссийский этап от городского этапа Вот так вот принципиально, сложностью, не знаю, там Честно? Чем дальше в лес, тем злее волки Ну, мы помним, да Тем толще партизаны Тем толще партизаны Впереди Москва, да, как известно Да-да-да-да Я действительно готов к этому конкурсу И я уже абсолютно Спокойный Спокоен, да И размеренно ехал участвовать в этом замечательном мероприятии Да ладно участвовать, приехал побеждать Да, в итоге получалось, что побеждает Ну, все так ездят, на самом деле Было приятно еще осознавать, что действительно Это традиция нашей гимназии уже ездить на этот конкурс Мы практически каждый год и достаточно успешно У нашей гимназии есть традиция победителями оттуда возвращаться У нас первый победитель из Новосибирска Из нашей гимназии — Леонид Дедюха Сегодня он работает в Санкт-Петербурге Но часто приезжает и вспоминает эти времена с ностальгией Также мы с ним встречались, когда ездили на форум Да, на форум молодых педагогов в Новосибирске Интересно Также общаемся и делимся впечатлениями, опытом о том, как теперь ему там, как у нас было Но всегда с ностальгией вспоминаю, что приятно осознавать Здорово Форумы молодых педагогов, оказывается, есть? Конечно Нет, я просто понимаю, что для меня это весьма удивительно Да, организатор все-таки представитель гимназии номер 14 Победитель — представитель гимназии номер 11 И при этом они достаточно дружелюбно друг с друг другом контактируют, понимаешь? А, я думал, сейчас спросят, где еще твоих потерять Нет, нет, нет У нас все очень здорово, я думаю, Степан Федорович, мы вот, мы с ребятами, нас много на самом деле И вы собираетесь, да? Мы собираемся, у нас проходят проектные группы, мы что-то проектируем, пытаемся как-то помочь ребятам То есть, наверное, одним из грандиозных событий является не только Всероссийский форум «Молодые молодым» в Петербурге, но и у нас в Новосибирске ежегодно проходит форум молодых педагогов В этом году он был 11-м форумом молодых педагогов, но он был первым выездным Мы на базе лагеря «Тимуровец» собирали молодых педагогов Не мы, конечно, а департамент образования, дом учителя являлись организаторами Собирали молодых педагогов для того, чтобы посмотреть, научить и дать им правильный вектор развития То есть, молодые педагоги первого года работы, и те ребята, которые себя активно проявили, это было достаточно большое количество человек, около 30, они вошли в такую нашу ассоциацию молодых педагогов Да, в коалицию, и затем они, помимо всего прочего, то есть, они получили некое профессиональное развитие, освоили профессиональные компетенции, а затем стали слушателями программ повышения квалификации на базе дома учителя И вот буквально неделю назад мы закончили курсы Выпускной был Да, был самый настоящий выпускной для молодых педагогов Молодые педагоги первого года работы прослушали курсы, стали его выпускниками Молодой педагог, как адаптироваться на первом году работы А ребята, которые уже более опытные, которые имеют более большой опыт работы, что они делают? Они стали выпускниками программы управленческих компетенций, как основы учительского роста И вошли молодые педагоги, вошли в кадровый резерв департамента образования мэрии Гордона в Сибирске, лучшие участники То есть, молодые педагоги действительно развиваются, поддерживают друг друга Вы им всячески помогаете в этом отношении Степан Федорович, вот как мы тебя поддерживали на конкурсе? Нет, на самом деле, ехал с командой, чувствовалось, что эта команда не мог ее подвести, поэтому, наверное, получилось выиграть И у меня произошла такая ситуация, у меня сгорел телефон, но, тем не менее, я не знакомый город Я первый раз практически в Москве, без телефона, представьте себе И, тем не менее, я чувствовал поддержку, отовсюду приходили сообщения, наставники передавали Коллеги молодые передавали, которые с нами также приехали И чувствовалось, не могли мы их подвести Так, подождите, впереди у нас ЕГЭ И давайте какую-нибудь рекомендацию в поддержку сдающих и в поддержку родителей сдающих Кто сделал, чтобы не волноваться, и как правильно, ну, чтобы сдать успешное И выйти победителем Да, вот так вот, краткий экскурс Самое главное, это то же самое, что и с конкурсом, нужно заранее готовиться Заранее готовиться Ну, а самое главное, когда ты чувствуешь, что ты готов, я думаю, что ты уже идешь более уверенным Но, и самое главное, еще не перегореть Потому что есть такие мероприятия, события, когда ты просто ждешь чего-то и просто быстро перегораешь Это тоже влияет ЕГЭ воспринимать, как какая-то ступенька очередная Вы ее переступите, и все будет дальше хорошо Вот, 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 на хорошей ночи, друзья, будем завершать дальше У нас сегодня в гостях были Елена Ермолович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гимназии номер 14, университетская, президент Ассоциации молодых педагогов И Степан Борчан, учитель истории и общества знаний, гимназии номер 11, гармония Победитель конкурса, педагогический дебют Спасибо вам большое Спасибо большое Спасибо большое